Ребята, начинается загрузка. Вот под металл положил этот резину. Все как положено, потому что это металл. Он такие трубы сейчас будет грузить под потолок мне. Как говорится, люди гибнут за металл. Начинаем грузиться. Крышу снял, снял, все сделал, приготовил. Начинаем трудиться. Теперь у нас кабриолет. Я заснял вот такие трубы, потому что они орут. Они тут очень нервные по поводу съемок. Как будто бы, я не знаю, вот мои трубы, которые мне едут. Три пачки сейчас будут сходу ложить. Видите, ладно, идет он. Теперь он их подровняет, короче. Сейчас он подровняет их. Извиняюсь за съемку, он нервный, не разрешает снимать. Они ровнее лежали, видите? Подровняет еще другие три. И так будем грузиться до потолка, часа два. Вот такие вот движения. Вот такие вот трубы. Продолжать, друзья. Хорошо, короче, киданули диммассу. Вот семь панчищек. Я подкинул досочки наверх. Но сюда уже резина не надо, только видите, на низ сюда резину ложишь. Дышим воздухом несвежим. Жирище стоит сумасшедшая. Вторая резина приготовлена. Нервный немец где-то там. Снимаю все аккуратно, потому что, не дай бог ты что, в виде съемочки. Это все, это мега преступление будет, не дай бог же. Вот две соточки несут мне. Нервный, нервный, как я не знаю кто. Ладно, все. Вяжу, вяжу съемочку. Ну что, братва. Короче, завязал я четыре ремня там. Затентовал тут передок быстренько сбегал. Поставил тут управлять свой палец. И уже начинаем 10. Второй, третий, ну, четвертый ряд будем строить. Они уже вдвоем работают, потому что машин куча там стоит на улице. Я так же сам и два часа стоял здесь. Ладно, грузимся, увязываемся, закрываем кабриолет. Крышу, вернее, как я называю кабриолет. Едем дальше. Сон, знакомый замка Снова будет меня Вновь на сердце тоска Заключенного дня Вот видите, ребята, трубы загружены, ремнями увязаны. Можно и выдвигаться, короче. Едем на Швейцарию. Погнали. Сейчас, правда, закроем двери сперва, а не так быстро. А то потеряем по дороге трубы. Чуть не потеряем. Как друзей я отжил Взять вину на себе Вспоминаю тот день Незабытого дня Как друзей я отжил Взять вину на себе Глядя Большие города Доброе утро. Вот я, видите, приехал на гранишу. Граница полная. Стою еще. Не заехал я даже в терминал. Ну, на парковку. Отстаю на дороге, ожидаю. Когда движуха начнется нормальная. Время у нас половина десятого. Везем металл на Швейцарию. Какие делишки. Заехал я в райку, короче. Идемте на гранишу. Оформляйшу. Здесь что-то у кого-то сломалось. Из того, что проехало. Он ремонтирует прям в райке. Заняло райку одну гады. Чуть-чуть ждал. Из-за этого. Граница полная. Граница, видите, за что я говорил, за пешеходную. Потому что надо внимательно. Оп, вот транспортная инспекция есть. Лично сейчас, короче, пойду оформляться. Вот. Экспедишн мы с левой стороны, короче. Давшие документы. Вот за вас. Граница, все. Ожидаю сейчас. И потом пойдем туда на таможню оформляться. Да. Да. Цольников. И потом на выезд. Сейчас она все документы подделает, короче. И мы едем дальше. Мне потом покушаю. Потом попью кофе. Потом поеду. Собрал документы. Иду. Дочь вон. Она сказала. Штампель и фарен. Чик. Ребята, оформился. Вон, печать поставил. Я его сейчас переспросил. Говорю, надо или нет? Говорит, нет. Не надо. Говорит, сразу. Говорит, фарен. Говорит, пошел. Говорит, надо до Швейцарства заходить. Говорит, тебе нет. Ты, говорит, пацан. Нормально. Говорит, тебя здесь постоянно имеют. Говорит, в Констанце. Говорит, транспортники. Я говорю, да. Говорит, соответственно, говорит, выезжай. И никого не бойся. Я говорю, я понял. Ну что, покидаем границу Констанц. Границы снимать не буду там. Сейчас буду проезжать, потому что я говорю штраф. И заберут телефон еще. Или вместо того, где телефон не заберут, шучу. Удалять заставят просто. И за съемки здесь вообще не разрешается. Сейчас будочки отдам ей документы. И поперли. Вот это дороги покупается. Такого нету, бокса такого. Отлично. Проезжаю в будочку. Транспортников нету. Время до конца утра как раз. А я еще и подождал. Они дернули одну машину, вторую здесь полностью машин была целая куча. Я пока поел, полежал немного. Они рассосались отлично. То, что надо. Все, поперли на выброску. Ребята, сейчас проеду здесь, короче, по туннельчику пару километров. И сейчас пойдем там чуток полями, лесами и огородами. Какие-то автомагистрали. Мужики, делаем. Начинать с начала. Холодная война. И время как вода. Полковник. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто Не ждет на линии огня Пустые города В которых никогда Ты раньше не бывала И рвут поезда На тонкие слова Он не сошел с ума Начинается разгрузка Сейчас я снимаю ремни все Видели, как я заезжал в бокс Здесь такой буквой Надо Г по 90 градусов заехать Ну, буквочка Г Не то, что там говно имеют Но и говно тоже самое Все, я снимаю сейчас на мешочки все Кабриолет я уже сделал Крышу я вот задвинул И снимаем ремни И погнали На загрузку На загрузку Вот такая вот процедурка, теперь мне их надо достать, вот так это все будет выглядеть до самого конца, потому что при выгрузке не будет мешать, и повесить на борт при разгрузке, а потом я их соберу все, чтоб они не мешали здесь на трубах, не лежали, чтоб они все там должны. Раз, два, три мешочек, обстановка по краю. Вот такая идет выгрузка, вон видите, он зашел, выгружает, здесь автомат есть, с кофе бесплатный, это Швейцария, ну что, кофе бесплатное в Швейцарии, это первый раз такое вообще, ну это редкость вообще, но это есть, я пью здесь всегда, когда разгружаюсь, ах, бесплатная кофе, это вообще. Вот выгрузка пошла, выгружаются, камеру хамаю, потому что они их не разрешают снимать здесь нигде, ну ладно, но они целым троем тут разгружают, такие белушки, надо обережно, потому что если запалят, то все, амба будет. Ребята, выгрузился, так, надо смотреть, выезжаем из бокса, видите, какой был заездик здесь, это я так заезжал, бупочкой Г, как я и говорил, не том, что там говно, а просто бупочкой Г, чтоб надо было заезжать. Теперь выезжаешь из почти сюда, и вот такой вот был заезд, такой выезд был отлично. Сейчас стану, выкину доски с процепа еще. Это подъехал к контейнеру, видите, куда все сбрасывают эти, и у меня теперь надо все с процепа это выкинуть, ну кроме палетика, палет я себе заберу, пускай будет, где-то на сдачу потом, хоть он и конченый, пойдет. Вот и ремешки все сейчас надо собрать, все, короче, поработать немножко. Все кто в каранде гранд раз, с одной головы вся седина, весь пух и прав, все с одного ребра и одна сатана. А в глаза белопелено, да с артопена бело брыжет, кипит буйно голова. Да моя яма глуп жерва, два надреза по три шва, сочетает расправа, здесь в синей форме орова и железные оковы, да на руки рукавы. Терпи бой на голова, да терпи бой на голова. А пряник ну да булава, суд вагон детерева. Мякиш хлеба, чай, халва, да терпи бой на голова. Минус конечно, что струб масло налилось в конце. В этот раз конкретная лужа такая. Вон она. А мне сейчас грузиться неизвестно чем. Ну увидели, я позаметал все, сейчас что-то сделаю. Как я с этим борюсь, ребята. Вот видите какая лужа и воняет маслом сильно. На загрузках это учуют сто процентов. Сразу говорю хейтерам. Песка, опилок нету здесь, не дают. Нету здесь такого. Мне лично не дали. Может кому-то другому. Поэтому можно еще, это для омывачки, лобовое стекло, которое вы льете. Видите, лобовое стекло. И потом кофе. Обычным кофем просыпать или чаем. И тогда не будет запаха. И на загрузке не будут у вас проблем. Потому что это масло. Оно сейчас питает. Омывачка, здесь спирт. И оно это масло убьет сейчас. Потом сейчас водичкой чуть-чуть, или метелкой сейчас. Оно чуть впитает. Потом кофе уже. Все, запаха уже нету. Это спирт. Это спиртовая тема. Это омывачка для стекол. Сейчас оно убьет. Все это вон видите. Делюгу. И вот здесь еще. Тоже. Чуть ток и здесь. Потому что при загрузке могут выгнать. Уже неоднократно я так попадал. Смотря просто чем грузится. Ну и здесь вон видите под передком. Поналивало. Это трубы. Все, сейчас я веничком. Сейчас я веничком все это обработаю. Все воняет уже. Даже не нужно и кофе. Хорошая в этот раз омывайка хорошая. Спиртом пахнет конкретно. И сейчас я все это веничком обработаю. Канистрочку выкину. Мне не нужно. Сейчас пускай впитает немножко. Подождем немного. Но. Пять минуточек. Ребята, как это выглядит теперь. Я помыл. Запаха нет. Запах и там тоже все помыл. Все оно теперь не жирное никакое. Не имеет права ко мне ничего уже. Пятно есть. Сейчас вырезать пятно. Пятно останется уже на этом. Я вам могу сказать. На дереве. Потому что это масло. И его удобряче там налилось. Очень много. Там оно впитало аж в пол туда. Ну что вы сделаете. Это такой груз. Работа есть работа. И работать надо. Все. Канистру потом выброшу. Закрываем прицепчик. Пойдем еще на последующих. Возьмем у них еще кофе. И едем на загрузочку. Спасибо всем, кто меня смотрел. Там тоже будет совсем другая история. Пока-пока.